Ведущий белорусский правозащитник Олесь Беляцкий Лукашенко явно настроен на пожизненное сохранение власти. Тех, кто ему мешает, он безжалостно старается просто уничтожить. И, к сожалению, страдает масса людей, не только тех, кто... Вот вы назвали в тюрьме четырех человек, ну а сколько людям пришлось покинуть родину и жить на чужбине. Пожалуй, режим Лукашенко отличается от советского сосредоточения власти, реальной власти в руках одного человека. Потому что там все-таки было Политбюро, и Брежнев был первый, но он вынужден был со многими считаться. И это не было... Ну, Сталин — да, а вот даже уже Хрущев нет, и Брежнев нет. А Лукашенко — это жесткая персональная власть, диктатура. В этом отличие от поздней советского периода. Это может быть связано и с историческими какими-то причинами, уровнем развития белорусского общества. Может быть, связано с тем, что Лукашенко такой талантливый политик, популист. Может быть, связано с позицией России, которая достаточно системно его поддерживает. Каково ваше мнение, почему в Беларуси сложилась такая политическая система? Я бы сказала, что основную роль, конечно, сыграла неразвитость гражданского общества Беларуси. Во-первых. Во-вторых, народ с трагической судьбой, я бы сказала. Во время войны, по-моему, белорусы потеряли в процентном отношении больше, чем какой-либо другой народ Советского Союза. На них пришелся первый удар. И у них дольше всего существовал этот режим. И в белорусских лесах были партизаны, что вызывало особенно жестокую политику по отношению к населению немецкого командования. Но и потом еврейское население Беларуси было практически полностью уничтожено. А потом Чернобыль Беларуси сильно коснулся. И сталинские репрессии. Это просто на протяжении второй половины XX века шло просто, я бы сказала, изничтожение народа разными способами. И потом развитие гражданского общества Беларуси мешал низкий уровень жизни населения. Ведь если посмотреть на демократические страны, Европейские, Америку, там люди с низким жизненным уровнем не являются гражданскими активными, они являются объектом заботы гражданского общества. А в Беларуси так живет не меньшинство, а большая часть населения. И общая бедность, и вот этот груз тех трагических испытаний, которые пришлось выносить дедам, родителям, это же все откладывается на психике, на манере поведения, на отношении к властям. Вот все это вместе создало такой тяжелый комплекс, который сейчас переживает эта страна, как правильно говорят, единственная в Европе диктатура. Европейский Союз, Соединенные Штаты пробовали в отношении Беларуси разные подходы. Сначала были санкции, затем был диалог с режимом, попытки либерализации, затем были снова санкции. И до сих пор мы не получили однозначного ответа, что из этого всего набора работает, что не работает. Много об этом идет споров сейчас в Беларуси. Как вы могли бы оценить подходы Европейского Союза и Запада в целом к режиму Лукашенко? Не успех этой политики не столько в неправильных действиях Европы, сколько в том, что имеется Россия, которая эти европейские усилия сводит на нет. Если бы Россия вела себя иначе, или если бы представить себе такую фантастическую ситуацию, что России просто нет, Европа бы преуспела. И я думаю, вы сами понимаете, что Беларусь спасет не столько усилий Европы, сколько демократизация России. Вот мы с вами прочно повязаны. Вот будет у нас демократия, и вы заживете по-человечески. Ну, мы будем стараться не только из-за вас, из-за самих себя тоже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!